Первым на заседании стал план социально-экономического развития ангарского муниципального образования на текущий год. В апреле проект прошел публичное слушание. Свои рекомендации подготовили и депутаты. Основные показатели плана развития территории – это снижение уровня безработицы, рост заработной платы, увеличение инвестиций и введенную в эксплуатацию жилье. Кроме того, продолжение строительства детского сада в 29-м и школы в 7-м А микрорайоне. В ответ на эту реплику Антон Митко заметил, что любые предложения могут быть отражены в плане развития только после того, как получат финансирование и будут утверждены в бюджете. Кроме того, депутатов интересовал ход строительства и степень готовности вновь строящегося детского сада в 29-м микрорайоне. Строительство ведется по плану. Определен как куратор со стороны службы муниципального хозяйства, так и куратор со стороны госстройнадзора. На сегодняшний день те выездные комиссии, которые проводились на объект, говорят о том, что выполнение работы идет по плану. Строительство детского сада в 29-м микрорайоне действительно идет. Продолжается возведение фундамента. На объекте работает одна из ангарских организаций. Финансирование ведется из нескольких источников. Это бюджеты области ИАМО, а также средства АНХК. В общей сложности сад обойдется более чем 140 миллионов рублей. Зато новое учреждение будет готово принять 240 маленьких ангарчан. Прослушав докладчика, депутаты приняли к сведению план развития территории. Ольга Дерибера, Михаил Трышкин, Местное время.